Основной ингредиент, конечно, это капуста, соль и морковь. Чем больше моркови, тем слаще капуста. Капусту мы режем, я режу помельче, я не люблю крупными кусками. Чем меньше будет нарезана капуста, тем, как мне кажется, ее будет удобнее есть. Для меня все на глаз. Вообще, я считаю, что в квашеной капусте граммовка играет только соль на 10 кг капусты, 250 г соли. Но у меня все на глаз абсолютно, как бы все по вкусу. Поэтому главное не пересолить, не недосолить, попасть в тему. Конечно, на трехлитровую банку, ну, два вилка точно нужно. Больших таких достаточно, килограмм по полтора, по два. Теперь мы будем нарезать морковь. В основном морковь трут на терке, я люблю, когда она нарезана мелкой соломкой. Так, мне кажется, эстетичнее и более чувствуется морковь. Я люблю, когда сладкая. Морковь я всегда кладу много, и она обычно меленько порезанная. И в связи с этим, мне кажется, она отдает больше сахара. Итак, я готовлю капусту квашеную слоями. Мне не очень нравится момент перемешивания по той причине, что когда укладываешь слоями, пересыпаешь солью, кладешь равное количество, примерно, моркови, яблок в моем случае, специи. И ты видишь, как это все распределяется. Яблоки, конечно, если у вас большая бочка, большая емкость, яблоки кладутся на дно. Их покрывает рассол полностью. И они по-своему, к концу, пока вы дойдете до дна бочки, грубо говоря, яблоки у вас уже будут проквашенные. Яблоки я добавляю для вкуса. Яблоки обязательно должны быть кислых поздних сортов, как и капуста. То есть это либо семеренка, грушевку иногда, правда, добавляет, но она дает более сладкий вкус. Яблоки в таком случае кладутся слоем сверху на капусту. Можно положить просто дольками, можно порезать поменьше, кому как интересно, кому как нравится. Посолили. Специи. Специи в моем случае перец горошком и перец душистый. Еще кладется, бывает, корица. Опять же, это тоже по желанию, я видела и такое. Сахар. Сахар кто-то кладет, кто-то кладет после того, как уже заквашенная капуста, уже готовый продукт, готовый салат. Мне нравится, когда капуста сладенькая, я кладу много моркови и посыпаю обязательно сахаром. Немножко, чуть-чуть. Сверху на все это дело кладу морковь. Вообще, конечно, емкость лучше брать побольше, то есть, чтобы было пространство для маневра. Обязательно нужно утрамбовать каждый слой. Кто-то перемешивает, кто-то жмет. Ничего я не жму, потому что соль сама по себе вытягивает из капусты сок. То есть, у нее есть такие свойства. Мы просто это дело утрамбовываем, насколько это возможно, сильно. То есть, первый слой сделали, теперь можно засыпать второй. Когда мы уложили нужное количество слоев, обязательно капусте надо дать скваситься. Это должно быть время определенное. Я обычно делаю на 2-3 дня при комнатной температуре, под гнетом. То есть, вы на капусту кладете сверху, допустим, тарелку. На тарелку вы кладете какое-то что-то тяжелое. Вот у моей мамы, например, был огромный булыжник. Она его обдавала кипятком. И потом этот булыжник клала на тарелку. Все придавливалось. Тем самым капуста пускала сок. В день, утром, вечером обязательно подойти и деревянной палочкой проткнуть капусту, чтобы со дна вышел газ, потому что там скапливается газ внизу. И чтобы капуста сильно не скисла. Главное поймать момент, когда капуста начинает сквасилась до конца. Потому что, если вы этот момент не поймаете, капуста сквасится, прокиснет, просто испортится продукт. То есть, как только капуста готова, это буквально 2-3 дня при комнатной температуре. Потом ее обязательно будем убрать в холодильник, потому что потом уже пойдет процесс совсем другой. И капуста испортится. Итак, наша капуста готова. Всем желаю доброго утра и будьте здоровы!